Этот ролик можно найти на YouTube, и у нас, видите? Я всех приветствую, друзья, кто пришел, на юбилейных, можно сказать, пятых беседах с барыней. И это авторский проект, где мы говорим о ценностях и смыслах, о жизни, о любви, о том, что такое счастье. И сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки, Анна Панихина и Елена Волосова. Анна, прошу вас за... Сейчас я тут... Да, и сегодня они нам расскажут о такой замечательной инициативе по восстановлению городской среды, исторического облика. Это фестиваль Томсуэрфест, волонтерское движение, которое началось в Самаре. Я о нем, кстати, узнала, вот сейчас пытаюсь вспомнить, по-моему, году, наверное, в 20-м, в Ульяновске, я услышала о том Суэрфесте, может быть, даже и раньше. И вот он пришел к нам в Переславль. Пришел к нам благодаря Ане. Она сейчас расскажет, как она узнала об этом фестивале. Вот. Так что передаю девчонкам слово. Приветствуйте. Спасибо, кто пришел. Слышно меня, да? Да. Переславль-Залезский этот фестиваль пришел благодаря людям, которые у нас в сообществе счастливые. У нас есть чат, порядка 200 человек сейчас, тогда было поменьше. И в этот чат Анна Бородина скинула видеоролик. Видеоролик был про то, как проходит фестиваль в Иркутске. Он называется Фасадник, он очень похож на Том Сурфест. Тоже ребята восстанавливают, у них очень богатое деревянное наследие. Они восстанавливают дома, и Анна Бородина скинула в наш чат этот видеоролик, где большое количество домов с фотографией до и после, до и после. И все так вдохновились и в этом нашем чате. И все начали писать, вот, а у нас бы так, а давайте тоже сделаем, давайте, давайте. Нина Корчагина тогда скинула, вот, а давайте сделаем вот этот дом. Просто, вот, тоже ей, просто, вот, чисто интуитивно, она скинула фотографию дома, избы, которая находится на главной улице города, и закрутилась беседа. Это в каком году? Это было в 21-м. А, в весной. Это было весной, это был март. Март? Да, март, март, ага. И мы потом дружно перенеслись в отдельный чат, который назвали «Счастливые фасады». На следующий, буквально через несколько дней, организованной группой, мы собрались в кафе «Высокой», где обсудили возможность покрасить наш первый дом, попробовать хотя бы просто попробовать. Получится ли, получится ли, не получится, ну, значит, не получится. И на этой беседе мы узнали о фестивале, нам рассказали о том «Сорфес», Екатерина Катюнина нам рассказала о нем, и о том, что этот уже фестиваль идет, что он охватывает большое количество городов, что к нему можно присоединиться. И параллельно с подготовкой к покраске нашей первой избы мы начали прорабатывать варианты, как присоединиться к этому фестивалю. То есть первый дом мы провели не фестивалем, а просто вот собравшись с нашими участниками нашего сообщества. Буквально от начала беседы до того, как мы покрасили дом, то есть мы сходили в администрацию, сказали о том, что мы хотим красить эту избу. Мы решали там, какой цвет. Мы делали анонсы в социальных сетях, собирали деньги. Параллельно я звонила координаторам из других городов и спрашивала, что же, а какой краской красить, а какие нюансы надо учесть. И координаторы из Кимр, по-моему, в Подмосковье рассказывали мне, то есть как у них это проходит, что они покупают. И быстренько были составлены все списки, мы быстро все закупили на деньги, которые собрали по всей стране. Как сейчас помню, это было 85 тысяч, тогда это хороший бюджет. Вот сейчас гораздо больше получается. И мы купили наши первые, как их называют, шлифовальные машины, курс-щетки, краску. И с момента первого дома, с момента разговора до покраски прошло, вот он этот дом, прошло ровно три недели. Это просто были сверхскорости. Мы вышли в субботу утром, и воскресенье вечном мы уже его закончили. То есть мы полностью сняли краску, полностью его покрасили. Есть деревянный фасад и цоколь, и вот такой вот у нас был красавчик. Уже в апреле мы чувствуем полное удовлетворение. Думали, а что же делать дальше, какой дом брать. Тогда мы уже присоединились полностью к фестивалю Томсуэр-фест. И уже могли присоединиться к их программам и к партнерам. А что нужно, чтобы присоединиться к Томсуэр-фесту? Нужно просто написать в Самару активистам, то есть есть группа людей, которые могут рассказать. Вообще можно прийти к любому координатору из любого города и спросить, что делать. И любой координатор скажет контакт человека, который направит, поможет, который сможет все организовать, помочь организовать, сделать. Вот на презентации это вот первый наш дом. И тогда было 40 волонтеров за два дня. Это и участники сообщества, и к нам присоединились и горожане. Вагис тогда снял хороший видеоролик. Мы сделали и соцсети запустили, и в сообществе много рассказывали. В общем, очень хорошо привлекли внимание к этому действию. Потом, буквально через месяц, мы взяли и второй дом, и вторую СБУ. И потом уже и на второй СБУ как раз присоединилась Лена к нам волонтерам. И уже и не отсоединилась. Да, я пришла на второй СБУ. Как-то так получается, когда появилась. Я со второго дома. Вот такой отсчет. А ты как узнала? Я узнала из соцсетей. Ну, собственно, я видела, когда они начинали первый дом. Я не была еще в этом чате. Я просто увидела, как они делают. Я сначала как-то... Ну, сомнения всегда, когда что-то такое начинается. Еще как-то просто боишься присоединиться. Сложно выйти куда-то в люди. Когда тем более люди незнакомые. Смотрю, ребята сделали. Может, они не такие уж и страшные. В общем, вот. И на второй дом я пришла, поучаствовала, покрасила. И как-то так втянулась. Потом третий дом, четвертый дом, четвертый дом уже там уже на крыше. Уже не страшно, не так страшно уже куда-то там залезать. Уже мы там лежа на крыше. Сидя на крыше. Стоя на крыше. Или еще что-то в разных, можно сказать, позах на крыше. Ну и как-то так затянулось. Потом все что-то активнее и активнее. Ну и вот с этого года Ангель предложила стать координатором. Мы с ней съездили уже, значит, летали в Самару на съезд всех координаторов. Я, честно говоря, не ожидала такого вот этого мероприятия. Мне показалось, что координаторы это обязательно молодые люди какие-то. Ну не молодые, но может, нашего возраста. Но меня настолько удивило, что там были люди за 60 лет. Причем они такие же активные, как мы. То есть у них горят глаза. Они говорят, а как вы то, а как вы это, а как вот соцсети продвигать, а как еще это. И они, то есть они, некоторые прилетели там, две женщины за 60 лет, они прилетели вообще. То есть откуда-то с глубокого севера, не помнишь, откуда они прилетели? Привезли с собой колбасу из оленя. Да, 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 да. Кто пряники вез, кто еще что-то, они колбасу из оленя привезли, соответственно. И это было просто что-то вот невероятное. Я не ожидала, конечно, что будут такие люди, что там все с горячими глазами, и все друг с другом делятся. А вот что привлекает? Почему ты втянулась, да? Да, да еще и взялась вот за такое ответственное дело. Я втянулась, знаешь, почему? Потому что это то дело, в котором ты видишь результат своего труда. Ну, просто как, когда ты, особенно дома находишься, то есть ты помыл посуду, она стала грязная. Ты приготовила еду, ее съели. Ты убрался в квартире, там вот тут же бардак наступил какой-то. А здесь, ты понимаешь, ты делаешь что-то, и ты потом проходишь или проезжаешь мимо этого дома, и понимаешь, вот, я вложила сюда вот свои усилия, и вот я вижу эти усилия. И я не знаю, сколько просто стоит еще этот дом, но хотя бы там, не знаю, ну, может 10 лет, может 5, может даже 2 года. Но 2 года эти усилия мои будут жить, они будут радовать не только мой глаз, но и других. А когда вот мы сделали музей медицины, я уже на второй день, или когда мы поставили наличники, их покрасили, и это уже было что-то, вот я поднимаюсь в эту гору, у старого воскресного рынка, и ты видишь вот эти вот наличники, и думаешь, мамочки, вот как оно заиграло-то. И вот это вот такое невероятное просто ощущение. Вот классно просто было бы. Я думаю, что вот так усиливается и умножается любовь, когда ты отдаешь, и когда ты вот любишь город, да, но когда ты частичку себя еще отдаешь и видишь ее, да, в городе, это, ну, как бы ты присваиваешь себе Переслава, и он становится еще роднее, да, это вот чувство какой-то сопричатности, сопричатности к своему городу, да, что ты здесь не просто, да. Так, ну, далее. Про конференцию в Самаре. Хочу сказать, что фестиваль охватывает сейчас 79 городов России. А начался он как? Начался он в 2016 году, сейчас 79 городов, это очень большое количество. Больше 20 домов. Да, больше 20 сделанных домов и объектов. В Томсорфест они берут не только дома, они устанавливают различные фонтаны есть, и моно мозаичные. Вот, Андрей, там надо. Мы долго не будем любого отца Сергея, а вы, конечно, прекрасен. Наобий, хотели все это еще увидеть. Ветер посвященный домам. Самому младшему нашему волонтеру, наверное, в 2 года. Старшему, наверное, 82, потом последним домом было от 2 до 82. Прошлый фестиваль у нас был рекордным вообще по всем моментам. У нас было порядка 120 человек на фестивале, и это примерно 40 детей и 80 взрослых. Там мы ввели списки, всех записывали. И это, конечно, было очень здорово, что наши дети, для них это норма. А что делал двухлетний волонтер? Он красил, красил, мы ей даем. Милый. Она девочка. Девочка, да, девочка. Она красила, и, конечно, все получали удовольствие. Для наших детей норма пойти, помочь, сделать хорошее дело. И у них не вызывает вопрос, почему я должен. Вообще нет вопроса. Просто вот мы идем и делаем, мы видим результат. И каждый человек называет, каждый, кто принимает участие в этом проекте, я уверена, они вот мы проезжаем, они говорят, вот наш дом. А я вот сейчас проезжаю наш дом, а я возле нашего второго дома, а я возле нашего третьего. Или как мы там анонсировали, мы говорим, вот у нас сейчас мы берем там шестой дом в работу. А Люба пишет, она говорит, у меня будет пятый юбилей. Вот, с такой заботой и нежностью, и, конечно, это большое счастье. Все знакомятся. Очень нравится, когда приходят люди, которым там за 50, за 60, они стоят на строительных лесах, они общаются, они получают удовольствие, они приходят. И причем каждый человек, который приходит на фестиваль, он преследует свою цель. Да, мы все хотим, у нас есть одна общая, да, мы все хотим, чтобы наш город был красивым, сделать его таким, но все равно внутри у каждого нас кто-то приходит пообщаться, кто-то приходит просто потому, что интересно, кто-то приходит, чтобы там, ну, в общем, у каждого свои цели. Кто-то приводит ребенка, что вот дети вот должны знать, должны участвовать. Может, он сам не участвует, но ребенка своего поставить, красить забор. А он там куда-нибудь убежит. Вот, то есть это прям очень сильно влияет на... Я знаю, что даже из других городов приезжают, да, к нам? Из Москвы. В последний раз было, из Королева приехали три семьи. Причем одна семья приехала просто приготовить плов. Вот они причем все привезли, и рис, и приправы, и морковь, и пироги, и срекли, да, вкусные очень, бисквиты, и зебры. И все, они привезли, и целый день они не готовили, и всех кормили. И это было потрясающе. В этом году к нам присоединился завод МИД, Светлана Юрьевна Щукина. Вышла на нас, слава богу, и всячески нас поддержала, и добрым словом, и поддержкой, и профессионалами. И к нам вышли специалисты, нас проконсультировали, как делать отмостку. Они помогли, сделали трубу на крыше. Для музея медицины, да? Да, 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 они сделали дымник, который там возвышается на трубе, очень красивый. Сейчас они, мы делаем таблички, у нас будут на музее медицины, будет табличка, что этот дом обноблен с помощью волонтеров. Вот, и там будет висеть какая-нибудь табличка, которая будет сделана на нашем заводе ВИД. Вот, да, они дают нам ремни, очень супер, нам будут необходимы, и перчатки в этот раз, и их столовая готовит пирожки для наших всех волонтеров. В общем, очень такое активное мероприятие. Вот, и сейчас мы берем шестой наш дом, он двухэтажный, на четыре семьи. Он очень интересен тем, что мы вообще думали, и везде в интернете написано, что он 1968 года. Но оказалось, что дом конца 19-го века, то есть он найден на фотографиях 1910 года, и этот дом был иным, то есть, но в 1960-х годах его, он был коммунальным, но там снесли какую-то, как сказать, подвесную часть, да, наверное, снесли. Там крыльцо убрали и переделали вход, то есть там вход сделали, там был один-единственный вход, и делали вход отдельно в каждую квартиру, то есть из коммунального дома и жилища он сделал 4 квартиры. Ну, то есть, самое главное, что этот дом найден на фотографиях, началь 19-го века, и в их квартирах виден срук, то есть это огромные бревна, и мы, в общем, будем его красить. Вот уже, да, осталось меньше недели, вот мы всегда усынулись, переживаем, готовимся, заказываем все, переживаем всех участвовать, помогать. У нас будут в этот раз мастер-классы для детей, у нас будет вызвались ребята поиграть, у нас будет концерт на фрете в 5 часов в субботу. К нам приедут волонтеры из Москвы, ребята из фонда «Внимание», в общем, ожидается телевидение центральное, это приедут телеканал «Мир», они будут снимать новостной сюжет, так что все, мы попадем в новости. Вот, надеюсь, приедет, будет наше телевидение снимать. Вот, но мы всегда в поисках, в поисках тех, кто будет фотографировать, потому что очень профессиональные фотографии, потом вот, чтобы такие вот снимки попадали в газеты. Вот пока у нас есть гранат. Я профессиональные журналы «Русский мир». А, извините, что скрытилась, да? Я ради этого пришла, чтобы узнать по странице. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, будем надеяться, да? Вот, с прошлого сезона у нас появился контент, как сказать, контент-координата, контент-мейкер, да, Лена, все дни на фестивале она приходила, фотографировала, чтобы потом мы все могли увидеть, как это все происходит, это преображение, хочется видеть от начала и до конца, и так приятно потом вспоминать, как это все было и кто был. Вот, хотя вот по некоторым фотографиям... Не поймешь, как он там стоит. Вот, мы всегда все даем. У нас есть и костюмы, и кисти, и корчетки, и еда. Мы всегда стараемся, и слава богу, сейчас присоединяются люди, которые в прошлом раз у нас столовой визит накормили тоже пирожками, в Family Cafe присылают наборы пиц, которые связают просто там моментально. Причем всегда дети, обычно все улетает. Вот, так что мы пытаемся создать атмосферу праздников, всегда, чтобы людям было комфортно, чтобы этот момент запомнился, чтобы это не было как работой, и не воспринималось как бы чем-то тяжелым, а чем-то приятным, легким, и чтобы результат он виден. Видя на этой... и это главная улица, ты каждый раз проезжаешь, любуешься, смотришь, вспоминаешь, как это было. То есть все причастны. То есть сейчас у нас, я думаю, что уже больше 200 волонтеров нужно поучаствовать на всех домах. А сколько домов? Всего сделано 5 домов. Да, больше 100. Да, это 8 и 9. 8 и 9 мы начинаем, и дальше уже будем смотреть по ситуации. А обычно сколько времени домов занимают? Ну, в разные домики, да, в большом моменте? Ну, вообще, у нас, наверное, самый тяжелый музей медицину выдался, но он сложный поработал. Очень много, да, в столярке было, и трудов в столярке. И специалистов, и ребята-мужчины нам. Слава богу, у нас такие классные мужчины в команде, и очень много сделали, конечно, мужскими нашими волонтерскими руками. Вот, в этот раз тоже мы хотим изменить у нас дом, который единственный дом на главной улице с цветником. Цветник прекрасен, им гордится весь город, и влюбуется весь город. И было принято решение поменять забор. Мы сделаем его органичным, лаконичным, красивым, интересным. Вот, так, чтобы и украсим еще больше этот цветник. Конечно, я надеюсь, что мы нашими волонтерами и работами не сильно не помнём. Не помнём немножко. Мы будем осторожны, мы будем стараться. Но там смена забора, так что, ну, в общем, живцы готовы к изменениям, самое главное. В общем, я хотела сказать по поводу того, что вот для меня, и вообще, я считаю, что этот дом может стать жемчужиной нашего города. У нас тоже в одном посте было, как это названо. Потому что, во-первых, он на одном месте расположен, как раз сразу завалом. Во-вторых, он то, что исторический. А в-третьих, вот этот вот цветник, если его обронить вот этим вот забором, то это будет летом просто что-то непередаваемое. То есть, и так уже старый заборчик, и все равно все заходят, как-то так заглядывают. Первое, мы когда даже снимали клип, там, ну, точнее, для афиш мы снимались. Там девушки приехали, вот из съемочной группы, и все сразу вот прилипли к этому заборчику, смотреть там. А, он так пиоманый, там нарциссы, там еще что-то такое. И все, вот он настолько так привлекает. А представляете, если он будет стоять красивенький, с красивыми ставнями, с красивым заборчиком, это будет что-то непередаваемое. А по поводу программы я хотела сказать. У нас на предыдущем доме, на музее медицины, у нас стал каким-то просто фееричным по событиям. У нас там было предложение руки и сердца. Это всем запоминающееся, оно, по-моему, разошлось по сети. Настолько трогательно было. У нас, во-первых, был то снег, то солнце, то снег, то солнце. Мы не ожидали этого. Мы ожидали хорошей погоды на майские праздники, но она была сурова. Потом у нас, что у нас было? У нас был рыцарь, наконец, с флагом, предложение руки и сердца. А, еще был торт. Когда мы это все делали, оказалось, что мы начинали 5, 6, 6 числа. Мы начинали 6 мая. Оказалось, что 7 мая ровно год исполнился со дня образования в музее медицины. То есть, как раз он 7 мая открылся. И мы, когда это узнали, мы подумали, что музей в годик, он маленький, ему нужен тортик. И я думаю, ну, тортик нужен. И я стала писать местным кондитерам, кто может согласиться нам за какую-то минимальную сумму, как-то поучаствовать в нашем предприятии и изготовить тортик. И откликнулась практически сразу одна девушка. И она говорит, я вам так сделаю. Я давно за вами слежу и вам сделаю тортик просто так. И она нам сделала, мы просто были ошарашены этим тортом, она сделала торт в виде дома. То есть, она фактически в виде этого музея медицины, там котик маленький сидел у этого на крылечке. Было написано один год в музее медицины. И просто все, когда увидели этот торт, они настолько ошарашены были. И он еще оказался очень вкусным. Это было просто снопшимание. То есть, даже вот кто-то участвует деньгами, кто-то участвует своим трудом, а кто-то участвует тортом. То есть, вот настолько разными вещами можно поучаствовать в нашем предприятии. Это было очень классно. Это настоящий какой-то праздник. Причем я добавлю, что она, то есть, мы говорим, что вы хотите. Она говорит, так, где эти промелькновление, и ладно. А Лена написала такой шикарный пост. Причем у нее пришло 100 подписчиков. Это вообще, то есть, это много. Она, наверное, сама обалдела от этого события, да? И, в общем, она не хотела, но вот так вот прям все лаконично. В общем, все, кто участвует, мы всегда упоминаем, всегда пишем, рассказываем. В общем, всегда это важно. Здорово. А скажите, кто первый раз к вам собирается, не пугается, там, ой, я же не умею красить. Вообще-то нужно сделать это хорошо, это дело профессионалов. Все-таки исторические издания, вы что, не умеете ничего. Вот как с этим? То есть, вот я прихожу на площадку, есть какие-то люди, знающие, уже опытные, которые объясняют технологический процесс, как правильно там шкурить, как что. То есть, качество не страдает, потому что люди, они не опытные участвуют? Нет, качество не страдает. Это мы даем попробовать, мы смотрим. То есть, в принципе, это несложно. То есть, есть несколько этапов мы снимаем. Первое, это мы снимаем краску корс-щетками, либо машинками. Машинками нас владеют те, кто умеют, в основном мужчины. Вот, женщины работают корс-щетками в масках. Мы смотрим и наблюдаем, до какой степени это все. То есть, все этапы мы вот с Леной фиксируем. Дальше покраска тоже ничего сложного, главное аккуратно. И все у нас работают очень аккуратно, бережно. И абсолютно несложно. Вот, если у нас справляются, мы смотрим по человеку. То есть, если это двухлетний ребенок, мы положим ему палочку, да, и там заборчик. И вот он с мамой, с папой там покрасит. Если там это уже, ну, смотрим по подготовке. У нас, в принципе, не возникает никаких. Подростки к нам приходят, и дети, и взрослые, и пенсионеры. И, естественно, те, кто смелый, лезет и повыше. Да, вот у нас Виталий, например, он у нас высокий. Один из самых высоких и смелых. И на прошлый дом, в прошлом году, он, к сожалению, не смог быть все дни, но он пришел в тот момент, когда остался один самый высокий кусок. И туда, да, треугольник, и никто туда не лез. Я думаю, ну, ладно, все, сейчас тогда я полезу, сейчас что-нибудь придумаем. И тут появляется он. Привет, Аня, у меня есть немножко времени. Давай, что-то. Я говорю, Виталий, вот туда, без вопросов, Аня, давай, что там, давай, мне кисть-краску, давай, давай, сейчас полезу. Правда, полез? Вы же полез, что куда идем? На тот момент, там, в принципе, было достаточно, ну, не сказать, что, ну, нормально. 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 Вообще не страшно. Не страшно, да. И вот на музей медицины Виталий уже с Олей Безменовой, они красили крышу, они не то красили, это было, это вот, это было уже прям уровень том. Они уже были скреплениями, да? Они уже были скреплениями, они сначала корщетками чистили эту крышу от ржавчины, потом они все вытирали, обезжиривали ее, то есть каждый кусочек крыши обезжирен, да. Причем в сложнейших погодных условиях, ну, мы это сделали, потом они все покрасили, покрасили в два слоя, вот, и такой специальной резиновой краской. Сейчас вот смотрю на эту крышу, любовь, она, конечно, потрясающая. Ребята сделали огромную работу, все они от начала и до конца. Оля Безменова, там, под конец, я уже пишу в чате волонтеров, там, у нас остался кусочек крыши, там, Безменова мне пишет, так, на крыш никого не пускают, там, я закончу, я все сделаю, все нормально. Вот, то есть люди у нас вот такие все замечательные, все-все дружат, знакомятся. Я хотела, да, спросить про то, что люди, наверное, объединяются, знакомятся, дружат. Да, причем у нас там, допустим, там, директор ДК, да, директор Музея медицины, директор Переславского пряника. То есть вот такую еще пьян-функцию, да, связи, связи, да, директор больницы, да, обсудители Луки у нас, вот, Юлия Павловна. Вот, все достаточно, то есть серьезные, классные все люди. И разные, да, и студенты, и простые люди. Вот у нас был столяр, который работает на заводе ВИФ, вот. Причем там вообще достаточно забавно было, я кинула клич вечером, говорю, ребята, нам, да, у нас смонтируют наличники, нам нужен мужчина, который просто, вот, мы его на наличники ставим. И Юлика Олесникова у нас есть, у нас есть, где она там, Юля? Нет? Юля, как, напомни, как зовут? Игорь, да? Олег, Олег, да, Олег. И, значит, да, Олег, все, у нас будет, все, человек на наличники есть. На два часа. На два часа он придет, в итоге Олег пришел и ушел, он уже на закате, мы его очень долго, он такой оказался вообще мастер на все руки, золотые руки, он нам все смонтировал, все сделал, забором помог. В общем, прямо с утра это вечно с нами побыло, и это, конечно, прямо, мы ему были очень благодарны. А я хотела сказать еще по поводу крыши, по поводу того, как геройские ребята работали на крыше, они практически не спускались, и мы на крышу им отправляли продукты питания, то есть вот они спускали на этом стабочном ремне, они спускали там какую-то банку из-под краски или еще что-то такое, мы туда ставили чай, пиццу, еще что-то такое, они поднимали, пили чай из термоса, прямо на этой же крыше. Казахар, которая образовалась потом. Да, да, да. Казахар, на крыше даже не было. Да, в общем, да. У нас еще что-то было на этом доме такое, что я помню, у нас настолько насыщенный этот музей медицины оказался, что у нас было ощущение, что приложение руки и сердца было, частушки были, конь там был, и у нас было ощущение, что если на следующий день там, не знаю, зло прилетит, мы такие, ну ладно, подумаешь, прилетело и прилетело, что-то вот такое. А по поводу знакомств, да, кстати, вот пара, которая у нас образовалась, они в прошлом году у нас тоже, конечно, красили этот дом, и они как раз-таки, у них как раз-таки было, то есть они где-то фотографии, что там один на одной ноге висит, как-то там что-то дотягивается, другой тоже в каких-то вот очень изощренных позах, да, 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 да. Вот Аня, третий домик, вот такой третий домик, вот первый двухэтажный домик такой. Да, от него отговаривали, ой, Ань, какой большой, зачем? Мне говорят, ну ладно, давайте попробуем, ну давайте попробуем. В общем, попробовали, вот, и это был третий дом, первое лето, три дома мы сделали, это, конечно, что-то было невероятно, я скажу, ну я вообще не понимаю, как мы это сделали, вот, но на этом доме уже было 70 человек, волонтеров, вот. И температура экстремальная. Да, и температура была экстремальная, жарко было, да. За 30 было. Да, 35 было, 35, но удивительно, да, мы, кто приходил, там, за 50, 60 приходили, мы ставили в тенечек всех таких смельчаков, прям, очень много было тех, кто работал на солнце, это, конечно, было невероятно, мы все закончили, молодцы. Вот это вот прошлый год дом, тоже была заявка на него. Большой. Да, большой и очень сложный, да, вот. Мы, конечно, три недели мы занимались с ним, потому что очень, у нас не так много строительных лесов было, и мы раскладывали, складывали, переставляли, в общем, было бы, конечно, побольше строительных лесов, было бы легче. Но в этом году нам подарили строительные леса, хорошее такое количество. Мы сейчас, в принципе, периметр не закроем, но это ускорит нашу работу. Вот, плюс нам, тоже Никита с нами дает нам строительные леса, у него своя компания строительная, и тоже нам на весь фестиваль представляет строительные леса, да еще и приходит, помогает их монтировать, тоже дает консультации по строительству. Очень много людей отзывчивых, которым не все равно, и это очень здорово, очень здорово. И такой момент, сейчас очень многие, на этот фестиваль пришли несколько человек, которые говорили, я слежу за вами с первым домом, но я стеснялась прийти. Очень многие просто стесняются, думают, что у нас какая-то уже там команда, что вот не вклиниться, нет, абсолютно нет. То есть у нас каждый раз, мы с огромным удовольствием встречаем тех, кто впервые пришел, и наоборот интересно, мы все знакомимся, общаемся, кто чем занимается, кто что может, вот, образуются какие-то интересные связи. Прям, конечно, очень, очень хорошая история. А я хотела сказать, еще Аня говорила, что какие у нас замечательные мужчины были на этом доме, а я хотела сказать, что какие у нас героически сильные женщины были на этом доме, потому что у нас на этом доме, мы обычно, если там красим, что-то приколачиваем, а именно в музее медицины у нас, мы делали отмостку и перевозили щебень, отсек, и надо было это развозить, то есть была выемка грунта по периметру, мы делали дорожку еще, и поскольку мужских рук у нас не хватало, это все делали женщины, причем небольшое количество женщин, и там, наверное, дальше будут фотографии, как они, просто, я не знаю, это героини какие-то, они грузили этот щебень, развозили тачками, то есть это бедрами раскидывали, это просто, это просто, да, отойди, да, и она там с такой скоростью, вошли во вкус, и там еще у нас там в музее медицины такая выемка, куда машину загоняет, и у нас одна девушка, Ира ее зовут, она такая полную тачку накидает, так, ну-ка все разошлись, и она вот с этой тачкой буквально ныряет, я не знаю, я все боялась, что она как-нибудь перевернется, она просто вот сразу с этой тачкой вниз, так, вообще девчонки просто суперские, отличные, самые лучшие девчонки. Я прошу прощения, это опять, просто вначале, как вы хитро все было продумывали, вначале вы сказали, что где-то под этой кучей щебня наличники, и мы их откапливали, потому что мы искали наличники, и таким образом, половину кучу просто перенесли, под видом они наличники, под видом поиска наличников, они, наличники оказались совершенно с другой стороны, ну-ка, и под камнями, ну ничего, так было весело, еще у нас такая история с этими камнями была, мы как раз таки, у нас не хватало лопат, кто-то вот лопатами, кто-то ведрами грузит вот этот вот щебень в тачку, кто-то распыдывает, и я достаю там камушек, и говорю, смотрите, какой у меня камушек, и тут люди начинают тоже с картошком доставать камушки, показывают, какие камушки, у кого в кармаш, на память, да-да-да, кто какой камушек нашел, ну это совершенно вот такое вот детское восприятие мира, наверное, вот мы, наверное, поэт-учество вот сошлись вместе, потому что вот мы можем спрятать в кармашку камушек, который мы нашли, вот совсем под ногами у нас, это было очень смешно, сколько человек, четыре человека достали, о, камушки, ой, а у меня смотри, у меня такой, как у тебя, кругленький, такой, как яичко, вот это было что-то такое, вот ты что хотел сказать? А я хотела спросить такой вопрос. Знаю, что, наверное, не просто, как вы подбираете цвет, и кто вам в этом помогает, то есть, какого цвета должен быть дом, как это все происходит? С первого дома с нами архитектор, потрясающая Анастасия Ижикова, и мы везде пишем и о ней, и о том, что с нами архитектурный бюро Вячеслава Николаевича Ижикова, вся семья принимает их участие в подборе цвета, и это всегда очень трудный такой процесс, унашиваемый. Мы изначально, то есть это очень такая у нас уже схема наметанная, если, значит, у нас в руках деревяшки, шприц и банки, и большие банки, и маленькие банки, значит, мы идем на дело, на выбор цвета. Мы покупаем сначала, у нас есть краска, вот большая банка, для примера, есть база А, есть база С, и огромное количество цветов, и каждый цвет принадлежит какой-то базе, то есть, сложно, но так просто. И мы покупаем две банки, база А и база С, и начинаем выбирать цвета, то есть Настя говорит, давай попробуем вот это вот, вот это вот, вот это вот. Мы идем в магазин, покупаем банки прозрачные, плюхаем в них колер, и говорим, то есть, здесь, в этих банках должно быть там 250, на минимальное количество, которое мы можем открутить, на 250 миллилитров краски, меньше не получится, потому что колера будет меньше, и мы не получим тот цвет, который надо. И, в общем, мы шприцом отмеряем, то есть сюда плюхаем колер, из этой банки берем шприцом, 250 миллилитров, хорошенько все перемешиваем, прям минут по пять, потом делаем на досочке, которые Андрей выпиливает в мастерской, выкрас, там первый слой, потом второй слой, все это просыхает, делаем так много дощечек, много выкрасов, идем к дому, идем к дому утром, идем к дому вечером, идем к дому, когда солнце, когда темно, мы смотрим, как это будет выглядеть в разную погоду, мы представляем, как это будет выглядеть без зелени, как это будет выглядеть зимой, как это будет выглядеть осенью, весной, и как это смотрится вообще со всей улицей, как падает солнце, то есть там столько моментов, которые надо учесть, что, в общем, мы очень ответственно всегда подходим, вот, и всегда, в принципе, все у нас хорошо, Мы растем, сами растем. Для нас это тоже для всех опыт какой-то определенный. Но пока все хорошо. Слава Богу. Если есть вопросы какие-то, то можно задавать. Да, друзья, если есть у вас вопросы по поводу нового дома, по поводу вообще фестиваля, то, пожалуйста, можно задавать. Если вдруг что-то назрело. У меня много будет вопросов. Вопрос первый. Для всех ли дресс-код зеленое платье? Ну, если кто хочет, там сольфейс, если честно. Это был первый вопрос. Для всех ли дресс-кода зеленое платье. Ну, из чьих для дресс-кода. Так, это мы двое из лошадца. Мы сговорились, да? Да, да, мы правы, мы сговорились. Это честно. Ну, подожди, извините, перебиваю. Мы в этот раз говорились специально, потому что, ну, думаю, у нас все-таки снимать будет. Чтобы мы похожи были. А когда у нас был праздник по окончанию музея медицины, мы с Аней, не сговариваясь, пришли, ну, не одного цвета платья, но одинакового фасона. У нас были абсолютно одинаковые фасоны платья. Я выхожу из машины и смотрю, а и Аня точно такого же платья. Это было, наверное, когда на одной волне просто. С человеком, так вот получается, синхронизировались, да. Это очень важно. Спасибо за ответ. У меня просто тоже есть зеленое платье, я не просто так спрашиваю. Вы подумали, что мы же перекрашиваем дом, когда некогда был зеленый. Да, он был зеленым, и вот те, кто там живут, они сказали, что, ну, его последний раз красили на Олимпиаду. Я думаю, ну, надо же, какая плохая краска облезла. У нас в 2014 году была Олимпиада. Они говорили, на Олимпиаду 80-х годов. В 1980 году этот дом уже, то есть, получается, 43 года, он стоит некороженый. Спасибо. Можно я немножко, вначале, много глаголами займусь, а потом вопрос задам? Давай. Ну, во-первых, как живой свидетель, участник всех этих событий, мероприятий, действительно хочу подтвердить то, что атмосфера неизбываемая. И вот я тоже один из тех людей, который первый раз пришел, то есть я снялся и ушел, потом достала Аню, и пришла со второго раза, и сказала, все, я останусь. Где-то клопата, где-то краска и все такое прочее. И вот, наверное, там Суэрфест, это такое мероприятие, за этим фестивалем, там, не знаю, как правильно назвать, да? Но для меня лично это стало тоже таким, каким-то родным делом. То есть, вот мы занимаемся с установлением больницы бывшего заработка, да, сетилки Крымского. И вот Аня знает, у нас там в это время работали рабочие, и приходила красная сетка. И вот то, о чем мы говорили, о сопричастности, да, что Переславль как-то вот, очень хорошо, да, так вот сказала, вдущая по поводу, как-то вот в сердце, да, все запечатлевается. И вот с каждым домом, на самом деле, так происходит все больше и больше любовь к Переславлю, особенно для таких, как вот я это по наехавшей, да? И вот это вот погружение. Спасибо вам за то, что у нас есть возможность быть сопричастными, погрузиться, помогать. Это очень важно. То есть, это еще одна, мне кажется, важная миссия этого проекта. Не только делать город красиво, но и людям давать возможность действительно в этом участвовать. И у меня, наверное, больше риски будет вопрос к Лене, но у Кани частично, потому что я понимаю, сколько сил, времени все это отнимает. Тоже хочу сказать, вот низкий поклон всем вам, низкий поклон Андрею, мужу Ане, я как бы вот с ним знакома, это вообще великий человек, мне кажется, с невероятным терпением, потому что вот сколько мы его дергали даже на самом вот доме-музее, когда вот медицины, вот что-то делать. Андрей, посмотри, это и делай то. Я не знаю, я бы уже, если честно, просто бы всех куда-нибудь отправила в какой-нибудь пулятсад. Вот. Он так терпеливо, все помогает. И, соответственно, Аня Добля, у меня живет, вот, в моем третке, когда дети все в фестивале. Как ваши родные, ну, да, это тебе, потому что вот у тебя тоже дети. Ну, я приглашу, Андрей, просто вы, как размеи реагирует. Ну, и вот если вот, ну, брать дальше, там, не знаю, там, мамы-папы, как ваши родственники относятся к вашему занятию? Кто-то, может быть, говорит, зачем-то надо, или пытается отговорить, либо помогать. Вот мне интересно мнение родных, вот ваших родных и близких. Спасибо. Я немножко маленькая ремарка, это была Юлия, она у нас главный специалист по укладыванию геотекстиля, на музей медицины, то есть человек освоил новую специальность. Ну, я скажу так, у меня... Телефон 8, 920... Да, 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 музыкареклама такая, да. У меня, на самом деле, ты попала, так сказать, немножко в болевую точку, у меня ситуация с этим сложилась немножечко сложная, мы с супругом, у нас немножко разный подход, мы по-разному смотрим на эти вещи. Немножечко у нас были даже конфронтации на эту тему, но я поняла, что либо я в эту иду, либо я в это не иду и теряю частичку себя, потому что я понимаю, что вот это вот мое-мое, и если я хочу быть собой, то мне отсюда надо. Вот. И Аня с Андреем мне вчера задали интересный вопрос, как у меня муж в этот раз относится к этой теме. Я сказала, что я, кстати, в этот раз с ним не обсуждала этот вопрос, но судя по наличию у меня дома трех пачек кисточек большой упаковки корщуток 50 штук и большой упаковки перчаток, он, наверное, догадывается, что скоро будет идти это мероприятие. В общем, вот. Родители мои, ну, как мама меня поддерживает, она говорит, ой, а я вам детишку перевела. Я говорю, мама, ну не надо, ну мы сами справимся. Она говорит, ой, надо был пирог, наверное, приготовить. Ну, в общем, родители меня стараются поддерживать, хуже мой, не нашли общий язык. Ну, тоже так бывает, у каждого свое мнение, ну, по-всякому. Вот. У нас тоже так же, ну, как, в смысле, не так же. Андрей, сейчас я еще готовлю, ну, не только сейчас это фестиваль, я еще готовлю фестиваль счастливых праздников, который будет, и недавно едем, и он уже такой на меня так смотрит, и я говорю, Андрей, вот, 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 сейчас вот два фестиваля, и все, и все, и все, я вернусь домой, все будет нормально. я уже подумала, что у меня к тебе на твои курсы созависимость, созависимость, да, 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 вот, и потом он такой, да, 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 сейчас еще, сейчас закончатся эти два фестиваля, и начнется еще что-нибудь, ну, да, у нас пельмени, нас выручают, пельмени, вареники, то есть найденные люди в городе, которые помогают, помогают вести быт в доме, кормить детей, ну, решаем, решаем, но, может быть, можно назвать это зависимостью, я не знаю, но я реально, я жду, я трепещу, у меня внутри все, вот, пылает, горит, этим проектом, потому что, ну, он работает, и он каждый раз, он несет, это проект, с огромным количеством смыслов, здесь не один смысл, не два, здесь их очень-очень много, и у каждого свои, мы объединяем людей, и делаем город краше, и знакомим, и воспитываем наших детей, большое количество детей, которые приходят, и приобщаем людей думать чуть иначе, то есть, у меня, например, вообще не стоит вопрос, что мне кто-то что-то должен, никто мне ничего не должен, я, если мне что-то не нравится, и я могу это изменить, то я иду, и пробую это сделать, и слава богу, что, и когда вот мы это начали, и поняли, насколько это отзывается у людей, у других, другие тоже люди готовы к этому, и, ну, как тут остановишься, тут уже нельзя останавливаться, нужно идти дальше, смотреть, это всегда очень интересно, любопытно, каждый проект уникален, какой человек в этот раз придет, что он скажет, как мы все сработаемся, какая будет погода, а кто что принесет, потому что с утра вот приходит бабушка, да, пенсионерка, и приносит кучу пирогов, или просто пирог, или там, или просто вот кто-то приходил, просто денежку давал, приносил, а это вот вам на краску, это вот вам на то, чтобы вы волонтеров накормили, вот кто не может приходить, они тебе вот очень много, кто финансово помогает, вот, это, конечно, ты видишь, насколько это откликается огромного количества людей, и, ну, такие проекты нельзя останавливать, они должны жить, вот. И, увлекается все больше людей, правильно я понимаю, да, с каждым бабом дома все больше волонтеров, да, да, это так здорово, ты приходишь, идешь по городу, встречаешь этих людей, с которыми ты бок о бок работаешь, ты по-другому смотришь на этого человека, он познается в деле, то есть не просто, да, ты там где-то гуляешь, там, общаешься, ты именно, ты понимаешь и видишь, как он тебе поможет, как он что-то подаст, как он, когда он придет, как он придет, какими словами, то есть все люди, они вот у нас в проекте, который встречается, они все вот на отдачу, все готовы, они приходят и готовы отдавать, и эта отдача, она, она приносит очень много, вот, люди много получают взамен, даже неосознанно, вот, куча эмоций, и уже, там, какие-то события, какие-то знакомства, они приносят новые, 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 завихрения, это все прям, очень сильно, это камушек кидаешь, и очень много идет кругом. Ну, действительно, что, ты правильно сказала, что люди подтягиваются с похожим мышлением, с похожим взглядом на мир, что действительно, если, ну, что-то хочешь поменять, ты можешь это сделать сам, а не ждать милости, да, от кого-то. а скажи, скажи, как вы реагируете на критику, я думаю, что неизбежно она есть, и наверняка вам пишут, может быть, кто-то, или что-то говорит, есть ли какие-то недовольные люди, вообще, как, как город реагирует на эти, на вашу деятельность? Сейчас я немножко, вот это как раз момент предложения другие из сердца, самый, самый трогательный. А на предыдущем слайде была как раз хрупкая девушка Ира, про которую я рассказывала, которая с тачкой ныряла, вот с тачкой полнощебной ныряла в этом. Ну, критика у нас, конечно, есть, но я так понимаю, что сейчас не такая, как в самом начале, потому что Аня говорила, что в самом начале что-то, вот она сейчас, наверное, расскажет, что-то вот было прям жесткое-жесткое. Некоторые товарищи начинают высказываться из разряда, ну, в нашей группе такого не бывает, то есть, не бывает ни хейт какого-то, ничего, никаких недовольных, обычно начинается что-то такое, когда наш пост расходится по другим группам, и там начинается уже, соответственно, да, комментарий, типа, опять машется Никитич, да, ну, типа, там, вам заняться нечем, пошли бы там, не знаю, вот то-то сделали, или еще что-то, или, например, когда в музей медицины мы начинали, там пошло такое, что, а вот это же частный музей, зачем вы ему будете помогать, он же деньги зарабатывает, а вот к вопросу того, как он зарабатывает деньги, на самом деле, это музей открыл пенсионер, который проработал 39 лет фельдшером на скорой помощи, и он выкупил вот эту избу, буквально, забешенные деньги, и мы делаем не столько для того, чтобы это вот именно там музей был, во-первых, мы сохраняем наследие города, которое уходит, исчезает прям бесследно, у нас практически, если посмотреть старые фотографии в Переславле, можно увидеть, какой он был красивый, сейчас ничего такого нет, этих дома горят, их сносят, и мы восстанавливаем, прежде всего, для города, мы не делаем для того, чтобы какой-то там частный музей нажился на том, что мы делаем, мы делаем для себя, мы делаем для того, чтобы наш город был красивый, это по любви, то есть у нас просто совершенно другие задачи, и вот этим вот людям, которые говорят, что вот, мы там, наверное, с ним договорились, или еще что-то такое, им бесполезно объяснять, но мы говорим, что вот, мы так решили, мы хотим там, мы говорим, ну, если нас слышат, значит нас слышат, если нет, ну, мы не будем объяснять долго, ну, значит, нам с этим человеком просто не по пути, мы говорим, приходите сами посмотрите, приходите вместе, вот вы нас критикуете придите хоть раз посмотрите что у нас там чтобы с этого имеем или еще что-то такое еще хотела спросить потому что говорила с одним человеком и своем мнении выразил что переславль это город который устал от полумер да вот это вот старая застройка да вы покрасили но внутри то все днилое надо делать капитальный ремонт раз уж делать тогда делать основательно уже ужасный музей ужасный ничего вас не получится у вас не получится и вообще занимаетесь занимаетесь вообще вот такой вот вещь ну что мы молчим киваем и имеем результат идем делать дальше по поводу того что внутри да но так происходит что мы не можем взять на себя сейчас такую ответственность как реставрировать дом изнутри ну то есть капитально у нас нет на это средство но во первых мы делаем то что мы можем сделать мы уже мы меняем жизнь жителей и толкаем их на изменения то есть возможно что это сработает это всегда шанс шанс дать шанс этому дому и в любом случае мы у нас очень хорошая краска мы защищаем его это покрытие это старое дерево то есть она по крайней мере перестает разрушаться то что там внутри происходит то есть мы даем толчок мы помогаем людям которые там живут двигаться дальше мы указываем на этот дом для других людей которые тоже возможно могут помочь то есть в принципе ведем беседы с жителями что что они могут что они хотят мы смотрим конечно и в тяжелых слоях живут и они и сложно думать по-другому им сложно что-то менять не сложных ситуациях экономической тоже поэтому мы даем толчок здесь толчок идеальным я считаю что конечно мы привлекли внимание к тсб и юрий он будет о ней заботиться мы это знаем вот в других домах тоже мы выбираем дома где людям не все равно то есть люди присылают нам заявки они хотят сами жить до сами жители посада первый дом мы выбрали сами второй дом мы тоже выбрали сами дальше уже по накатанной то есть люди приходили и просили покрасить их дома не мы смотрели мы знакомились с этими людьми и хотели понять одну как как и мы и них они хотели изменений мы им дали дальше уже возможно и дальше они что-то начнут делать я знаю что вот в этом доме который мы сейчас начнем делать они в прошлом году привлеклась на то есть это же целое такое событие который там не было ничего возможно мы сподвигнем что-то какие-то силы не знаю какие что им сделать канализации потому что этот дом до сих пор без центральной канализации это который мы сейчас будем делать то есть это большой двухэтажный дом муниципальный и он без канализации и возможно и наши какой-то нашим фестивалем и привлечем к этому тоже внимание смотрите вот мы вот взяли часть работ на себя давайте вот вы там возьмете другую часть мы мы можем повлиять на это на эту ситуацию да мы не можем полностью изменить пока что но мы можем на это повлиять и мы используем этот шанс на то чтобы дать этот импульс вот и показать что этот дом должен жить смотрите какой он красивый давайте его сделаем еще лучше вот а этот дом которым сейчас будем делать он в хорошем состоянии то есть его с ним можно работать дальше и нужно посмотрим как это повлияет я хочу сказать по поводу домов которые да мы в принципе понимаем что они не простоят долго-долго но с другой стороны мы так же понимаем что собственно если мы не покрасим вот не попрощение кто-то они да они так они так и сгинут просто-напросто рано или поздно но у нас вот есть шанс поскольку сейчас технологии шагнули вперед краски стали другими их защитить хотя бы на сколько-то то есть они на сколько-то еще проживут рано или поздно да все мы и мы уйдем эти дома уйдут но они хотя бы сохраняться но опять же про смысл и да то есть мы меняем улицу мы делаем ее опрятней красивей и рядом с этим домом возможно уже кто-то не кинет окурок кто-то не кинет банку кто-то и нас не не напишет что-то на стене мы поменяем забор то есть мы мы уже изменим облик и отношение к этому месту и отношения людей которые ходят по этой улице это очень важно ведь там было же там не помню как назывался андрей не подскажешь мне эксперимент когда с окнами сбитыми что такое когда когда разбивается одно окно проводили эксперимент называется одно значит все было хорошо улице числе только разбили одно окно тут же появляется мусор под под домом то есть он тоже да цепная реакция идет и наоборот если было если мы убираем вставляем все стекла целые то уже мусора рядом нет вот поэтому это цепная реакция есть отношение людей меняется до отношения людей и как можно больше людей мы сейчас привлекаем внимание и возможно что я уверен что мы очень много душ затронули сердец и поэтому меняется меняются и дети растут они все это видят и это очень важно в этом году дмитрий николай дизавитский он сказал то что встречались спрашивал чем помочь был был готов вот я понимаю что сейчас вот есть такой ресурс что если нам что-то понадобится мы можем обратиться но во всяком случае не препятствует нет нет они они сейчас за волонтерской деятельности волонтерское движение за объединение людей в городе вот лучше лучших лучших целях я хочу сказать что у нас исторически так сложилось стране что с одной стороны да у нас были все ехали на собину уехали на вам это было с одной стороны это было тоже порой в душе это было хорошо но другой стороны это отвернулось нам то что мы немножко потеряли свою культуру то есть люди оторвались от корней и и вот этот вот это вот бережное отношение к своим корням своим родителям к своему дому она немножко пропала в нашей стране его за счет вот этого возможно мы своим движением вот немножко повернем развернем людей взгляд людей именно на ту сторону что посмотрите вы живете в этом городе возможно здесь родились еще ваши мам бабы ваши бабушки дедушки посмотрите надо сохранить вот это вот где вы живете чтобы это увидели ваши дети чтобы они подходили и говорили вот вот здесь вот мама там или училась или жила когда-то или бабушка моя жила потому что у меня собственно почему и а почему я я вспомнила почему я оказалась на втором доме я оказался на втором доме потому что там где он стоял рядом находится улица на которой жила моя бабушка бабушка давно нет к сожалению но вот это вот место для меня очень дорого и я когда узнала что делать именно этот дом я поняла что все вот это судьба это судьба мне надо туда идти да и как раз у меня это время совпало с тем что я я тогда занялась генеалогии своей и я нашла дом своих предков которому больше 100 лет у меня есть фотография который сидит моя прабабушка праздник мой да прабабушка и я нашла он в умирающем умерщем практически вселенной в котором там осталось три дома и один из них вот этот вот столетний дом я поняла что я наверно не смогу его восстановить потому что он находится далеко ну возможно я помогу как-то вот тем домам к переславским это вот это вот чья-то родина чей-то родной дом кто-то здесь родился у кого-то там еще кто-то родился то есть это вот вот эти вот родные дома вот эту вот историю жизни других людей возможно вот эти вот родовые дома я помогу для кого-то сохранить может кто-то приедет какая-то там правнучка и скажет батюшки здесь вот у меня вот фотографии фотографии мой там папа или дедушка они еще вот маленькие здесь вдруг что-то случится что такое случится это же просто классно очень важно очень ну что что-то еще хотите сказать или заканчать да говорит можно бесконечно что тема назовет на очень очень широкая разносторонние и столько здесь всего заложено юля человек проявляется в деле да вот случилось ли вами такая томсоверского деформация когда вы идете в петрович ах как он работал валиком вот то есть как вы теперь на людей в городе реагируете которые у вас на доме были я с такой радостью всегда встречаю людей с которым мы поработали на доме и мы всегда обнимаемся и все все всегда спрашиваю чем когда следующий вот всю зиму все зимой получаете вопросы когда следующий когда следующий скором 8 9 июля мы красим прекрасный дом с цветником в центре года сейчас можно я минутку еще сейчас я добавлю про информацию я знаю какая информация это вот не не иван петрович вот здесь что-то совсем а вот этот вот заборчик между прочим красили полтора года на смотрю он совсем облез а какая была поганая точно вот самое интересное я слышал зеленые ходили вот нашему зеленому домик который мы будем субботу красить и она там напротив как раздание национального парка и она так и говорит мы проходим мимо забор национального парка заборчику покрасить я еду буквально через пол вот через несколько часов и там украсятся этот забор я ей пишу я говорю слушай сегодня я тебя услышала слушай мне знакома у меня был такой же случай я выхожу как-то там и какая-то у меня калинка вся обшарпанная утром вечером возвращаюсь покрашиваюсь у меня нет вопросов потому что вы все сказали там что но я хотела сказать что я считаю что это очень важно и когда я познакомилась переслаживаю сказочный город еще вот это очень просто вот люди считают что это все старье что это интересно что это христианские дома то есть все презирают и это очень очень жалко потому что теперь вот этот бедный город потерял свой облик а когда вы делаете один дом это очень часто преображает весь район особенно вот напротив в гостинице переслала вот была вот эта изба я даже ее не замечала а после того как вы сделали она так хорошо смотрится и даже дома вокруг проображаются потому что они гармонии все друг с другом и я надеюсь что это будет все таки менять взгляд жителей нас на свое наследство потому что к сожалению теперь это очень часто не интересно я помню вот это художница юлия потом не рассказал что она рисовала старый дом и рядом была была изба которая покрыли сайдингом и изуходовали сколько угодно а хозяин обиделся что она рисует старый дом а не его блестящий новый дом и он подошел и сказал что ты знаешь художница если снимать сайдинг у меня тоже бревна надо смотреть на то что рисуют художники вот вот эти новые дома это не потому что они новые потому что можно строить новые дома которые в русском стиле и которые гармоничные и у которых есть нормальные пропорции и нормальные материалы на мирове что нужно обязательно чтобы дом были бы старинный чтобы он был бы красивым они вот строят какой-то лишний этаж без пропорции как бородавка попал это 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 просто так что я надеюсь что это движение будет разбудить что-то углубление чувство красоты чувство красоты потому что жизнь без красоты без поэзии просто без шарма что это такое это банально хочется повесить повеситься вообще и красить спасибо большое что пришли если кто-то придет я приду я всегда до последнего как вышел что вы закончите восьмой пятом и не закончили 10 придете с волонтерами я приду а все-таки есть шанс то есть ли сказка спрашивали дом-то большой это точно это точно это технический да Можно они заработать.